И всем привет, ребят, с вами Мастер Маник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному космическому ивенту и его продолжению. Сегодня мы вместе с вами быстро выполним наши ежедневные заданки. Я уже одну катку без видоса сыграл. Вчера вечером в штурме жестко играли на Воспасмаке. Ну а сегодня я, увидев такие заданочки, взял Воспорельсочку Легаси с Кризиса и сумел за одну катку, в которой, ну там, меня подпикнуло, конечно, где-то в серединочку, плюс-минус, набить уже 200 тысяч урона. Поэтому сыграем одну быструю катку в штурме, выполним все ежедневные задания, прикупим замечательный спецпочечек за 2000 танкоинов. За 200 лайков, которые вы набрали на предыдущем видеоролике. В этом видеоролике все так же сохраняется. 200 лайков набираем, покупаем спецпак за 2000 танкоинов. И пойдем лететь в нашем замечательном ивенте. И надеяться на то, что сегодня нам повезет. Просто повезет. Просто повезет. Потому что я уже нахожусь на том самом кругу, где при прохождении его дадут нам броненосца, Кризиса и новое устройство на Рикошет. Которое, если я не ошибаюсь, называется Пульсар. И, соответственно, на этом кругу уже большое количество есть метеоритов. И что-то мне подсказывает, что откидывать с них будет меня очень и очень часто. И этот круг мы будем проходить довольно-таки долго. Я уже посчитал, что при самом печальнейшем раскладе и при полном откидке со всех метеоритов, мне придется потратить 570 энергии на этот круг. Нам повезло, конечно же, что мы не отлетели с первого метеорита. И, соответственно, я его просто, можно так сказать, сбрил с дороги. И остался на том же шагу, на котором был метеорит. И, соответственно, количество энергии, которое нужно будет потратить, уже значительно меньше. Но, понятное дело, что рано или поздно халява, как говорится, заканчивается. И теория вероятности мне говорит о том, что уже совсем скоро нас начнет очень жестко и плотно откидывать. Поэтому сегодня, быть может, это тот самый день, когда нам не так сильно повезет. Но все равно мы попробуем сделать шаги. Единственное, чуть-чуть не повезло в том плане, что мне останется одна энергия до еще одного шага. То есть, я ловил голды таким образом, что у нас накопилось нечетное число. А за заданки у нас дают четное количество. Дают по двенашке за день. И, соответственно, у меня одна энергия до еще одного шага осталась. Но я надеюсь, что если у нас на выходных будут ивенты с голдами, то, соответственно, мы в дальнейшем уже сделаем четное число. Чтобы, если уж что, с заданок бэмбэмсить можно было еще дополнительно по одному шажочку. Каждые, получается, сколько? Каждые пять дней, если я не ошибаюсь, вроде когда. Поэтому будем плюсоваться. Нам нужно сыграть сейчас вот эту вот замечательную катку. К слову, запикала на очень хорошую карту. Одна из самых моих любимых карт в штурме. Ну и я, как уже видите, взял именно моспорельсочку с кризисом. Она, как оказалось, очень неплохо работает в этом режиме. Если вам нужно наносить большое количество урона. Ну и плюс, за счет быстрой скорости кризиса и возможности доставки, вы можете здесь что-то еще побэмбэмсить, пореализовывать. У меня, в принципе, в предыдущем бою, в котором я запикался, неплохо так получилось. Почти 200 тысяч урона там за начатую катку успел я набить. Ну и за счет еще бомбочек, плюс тоже урончик хороший накидывается по противничку. Ну и плюс мы играем утром. Утром все-таки в таких режимах чуть попроще играть, чем вечерочком. Вечерочком здесь уже какие-то плотные типочки бывают запикиваются. Бывают группы какие-то подпикиваются. Здесь с утра, ну, довольно-таки все просто. И такое сочетание себя очень неплохо реализует. Ну и плюс я взял вас по рейсу, потому что вчера вечером на стриме меня кто-то просил, чтобы я ее одел, но я ее, как всегда, так и не одел. Да, то есть поэтому сегодня, можно так сказать, мы сразу же двух зайцев убьем. И за данки выполним мы вас по рейсочку. Легаси обкатаем. Потому что я на ней еще до этого не катал. Ну и заберем нашу замечательную энергию, попробуем сделать шажочки. Так, ну и можно вообще по-хорошему постараться выиграть эту катку. Мне хоть и победа здесь не нужна, но было бы неплохо, если бы мы в видеоролике эту каточку выиграли. А не просто, знаете, как чисто по приколу покатались здесь. Ничего у нас там не получилось. И мы такие, ай, ну и ладно, короче. Давайте лучше постараемся. Чуть может даже запотеем. И, быть может, нам удастся выиграть эту каточку. Что касаемо штурма в целом, мне безумно нравится этот режим. Играть именно за атаку, за деф. В свое время, когда была лютая формилка, я тоже играл. Но за атаку этот режим максимально динамичный. Если вы играете в каком-нибудь легком корпусе с утяжелением, это просто бальзам на душу. Если у вас, например, все уже надоело в этой игре, вы думаете, блин, да ну нафиг, мне уже играть даже не хочется. А вы никогда не играли в штурме за атаку? Возьмите какой-нибудь легкий корпус с утяжелением. И какой-нибудь дрон по типу ловкача, либо кризиса, чтобы быстро лететь и доставлять. И просто вкусите вот этот вот моментик, очень такой энергичный, позитивный, добрый. И я думаю, что если уж мне это очень сильно приносит удовольствие, то вам тем более это должно также поспособствовать к тому, чтобы вы сказали, что блин, реально круто, реально круто. Поэтому давайте еще и постараемся и выиграть. 72-72 у нас. Ну и очки тут тоже очень хорошо формятся за счет этих доставок. Поэтому можно все очень грамотно реализовывать. Ну и еще и плюс, если вы на Воспе играете, то еще и сочные бомбочки залетают всегда в доставку. Это тоже очень-очень хороший, позитивный моментик. Раньше, конечно, бомбочка, когда немножко по-другому работала, можно было с одной бомбы унести по 5, порой даже 6 танков. Сейчас с этой новой бомбой чуть потяжелее уже уничтожать противника, потому что радиус поражения у нее стал намного меньше, но все равно моментиками там по 2-3 танка залетает. Это очень-очень хорошо. Так, хорошую рисочку еще выдаем. И сейчас как раз-таки у меня при доставке могла бы быть бомбочка, но Викинг решил поражать в меня овердрайв. Немножко, конечно, печально, но ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас быстренько попробуем все это дело исправить. Наши ребята тут тоже стараются тащить, и это тоже очень хорошо. Доставочки оформляют. Значит, шансы на победу в этом бою у нас сохраняются. Блин, надо было на ДАшку быстро переключиться, поражать аптечку, еще и бомбу сунуть. Там как раз тайминг под бомбочку был очень-очень хороший. Но я не успел, к сожалению. Так, и вот этот молодой человек, кстати, доставочки красивый делал уже. Так, попробуем здесь вот такую траекторию выбрать. Не совсем стандартная. И не совсем та траектория, которую будет ожидать противники. Соответственно, мы бомбочку ставим, доставочку оформляем. И бэм-бэмчик, и еще 15 тысяч урона. То есть, если бы у меня была бы заданка не 270 тысяч урона, а, например, 500-очка, за эту каточку я мог бы тоже неплохо урона накидать. Ну и на стримах я говорил, не помню, на видосах я говорил или нет, в танках уже давным-давно пора в ТАБе сделать строку с нанесенным уроном. Потому что у вас есть заданки на нанос урона, а сколько вы нанесли урона за катку, никто не знает. Соответственно, я считаю, что уже давным-давно пора в нашем ТАБе сделать эту графу, сделать дополнительную строчку, где будет видно, сколько урона вы нанесли за определенный период времени, да. И я считаю, что этот, кстати, показатель по нанесенному урону намного-намного жестче показывает ваш уровень игры, нежели киллы, которые вы можете просто добивать. Ну и, то есть, ну, как бы полноценно вы не нанесли столько урона, чтобы его забрать. А вы получили за это очков намного больше. Соответственно, нанесенный урон порой является намного важнее показателем, нежели статистика ваших киллов и смертей. Можно было бы вместо этой статы просто показать УП, да, и добавить еще дополнительную строчку с нанесенным уроном. При том, что игра это все фиксирует, я думаю, что это сделать было бы очень и очень просто. Так, ну, у нас близится катка уже к завершению, и мы, похоже, выигрываем ее. Тысячу очков я уже почти наколотил. Офигенно. Блин, нажал ДАшку, все равно меня ланшотнуло как-то. Я не ожидал, что меня здесь сольет. Ну, давайте, нам надо ставить два флага. Два флага, а противнику надо сделать 22 уже килла. Уже 20 киллов. Надо как-то сделать эти замечательные две доставочки. Так, хороший выстрел туда его. Добавку еще какую-нибудь. Бам-бам, туда еще какую-нибудь добавочку. Давайте этого молодого. Хорошего и так сливают. Так, вылетаем на подъемчике на НИТРе. Дальше на ДАшку. И доставочку красивую в полете оформляем. И еще одну доставочку нам надо сделать. Хорошая была? Хорошая. При том, что я на утяжелении, это вообще выглядит порой очень смешно. Но ладно. Так, тиммейты ставят, не ставят? Ставят, молодцы. Супер, победочка у нас залетает. 22 уровень челленджа. Что-то мне подсказывает, что сегодня точно мне будет очень жестко вести в кавычках припрох... А, не, все нормально. Два треть. Два четвертый. Да, все хорошо. Тогда, ребяточки. Да, все хорошо. Я думал, что сейчас у меня будет 22 уровень челленджа и мы будем проходить наш замечательный космический ивент. Так, ну и я забыл прикупить. Приобретаем за 2000 замечательный спецпачок. Ультра контейнеры на видеоролик мы открывать не будем. Оставим их на открытие на стримчик. Поэтому, если вы смотрите видеоролик приблизительно около 8 вечера, знайте, что уже стримасик должен был начаться. И там мы уже может бэм-бэм-бэм-бэм открываем эти замечательные ультра контейнеры. Так, ну и вроде как все. Еще раз проверим. Забрал ли я ежедневочки? Да, все забрано. Все тут четко. Все отлично. И теперь мы переключаемся на экранчик браузерный. Обновляем нашу энергию. И у нас становится 69. Полноценных 6 ходов у нас есть. Мы находимся на 50-м шагу. И всего ходов я сделал 47. Соответственно, мы можем дойти до 53-й, до 55-й. И было бы очень неплохо, если бы мы сегодня просто на эти метеориты наступили. А там что будет, то будет. Пусть откидывает на минус 5. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы эти метеориты убирались. Потому что я вчера на стриме увидел одну такую жесткую закономерность. Это то, что если вы наступите на 65-й метеорит. И у вас останется метеорит на 60-м, на 55-м. То у вас есть шанс с 65-го улететь до 60-го. С 60-го на 55-й. И с 55-го до того шага, на котором я сейчас стою. И мне бы очень сильно не хотелось бы, чтобы я долетел до 65-го. И потом просто с 65-го улетел бы обратно на 50-й. Это было бы очень-очень жестко и очень неприятно. Поэтому все. Мы начинаем ходить. Больше я, в принципе, здесь разглагольствовать не буду. Смотрим, что нам будет давать. Шагаем. Раз. Плюс 1. Пятерка контейнеров. Фиксируем. И еще плюс 1. Ну и сейчас плюс 1. И нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Минус 5. Валерчик улетел на минус 5. А минус 5 Валерчик улетел. Ну что поделаешь. Плюс 2 зато теперь. И уже минус 1 метеорит. И еще плюс 2. Неплохо. И лохтовый. Плюс 1 на 53-м. Соответственно, мы начинали с 50-го. С 50-го дошли до 53-го. И улетели на метеорите назад. Ну неплохо. Неплохо пойдет. То есть мы убрали 1 метеорит. Их осталось теперь 7. Было всего их 9. И уже на 53-м ходу. То есть медленно, но верно. Потихонечку. Помаленечку. Мы будем идти вперед. И у нас получается минусануло на пятерку. Плюсануло два раза по двоечке. То есть это ну как минимум на 20 энергии меньше, чем я рассчитывал максимал очку. И теперь при самом печальном раскладе с 53-го до 67-го. Это значит у нас 14 ходов. Правильно? 14 ходов. И метеоритов у нас осталось сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь на пять. 350. 350 и 14. 140. 350 и 140. Соответственно 490. 350, 140, 490. 490 энергии при самом печальном раскладе мне осталось, дабы дойти до непосредственно нашего замечательного чекпоинта с броненосцем, с мега крутецким устройством на рикошет, ну и с дополнительным бабусиком. Ну и если этот расклад будет настолько печальный, то мне придется потратить около 100 ходов и это будет потрачено 1000 энергии. В принципе при самом печальном раскладе я так для себя и рассчитывал в телеграммчике, когда я расписывал все эти ходы, то там как раз таки у меня около 1000 самый печальный расклад и получался до броненосца. То есть соответственно, ну наверное может быть такой раскладик реален. Ну а вы пишите где вы находитесь ребяточки, поддерживайте обязательно видеоролик данный лайком. Я думаю что мы раз наверное в 2-3 дня, когда у нас уже будет накапливаться какое-то определенное количество энергии, будем ходить в этом замечательном ивенте записывать видос. Все-таки это сейчас довольно таки актуальная тема и многие в ней заинтересованы, поэтому если все это так, поддерживаем видос лайком. 200 лайков набирается на нем, то это плюс 1 спецпочечек с энергией за 2000 танкоинов. Ну и также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег, замечательный создателя контента, я сейчас быстро даже переехал, чтобы показать вам настроечки, аккаунтик. И здесь есть тег создателя контента, мой личный тег это тег TeamPash. Здесь вы его можете бах-бах установить и соответственно если вы закидываете какую-то монеточку в игру, вы поддерживаете меня и имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов, в итоге которого будет уже через 10 дней. Поэтому если вдруг что-то бмс или кидали, еще формочку не заполнили, обязательно заполняйте и участвуйте. Ну а у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.